Я Кузнецов Алексеевич, 1948 года рождения. До 3 октября текущего года являлся членом КПРФ, первым заместителем председателя контрольно-ревизионной комиссии Воронежской областной организации КПРФ. Но в настоящее время, поскольку вышел из состава КПРФ, теперь являюсь беспартийным. В связи с чем было принято такое решение? К этому решению я шел давно, потому что на протяжении долгого времени, работая на различных участках в партии, сделал для себя вывод, что КПРФ не отвечает требованиям тех, которые должны присутствовать в деятельности марксистско-ленинской партии, и даже не соответствуют тем документам, которые, в общем-то, приняты КПРФ. КПРФ. Отношение к этим документам получается негативным со стороны, прежде всего, руководства партии в лице первого лица, а также на местах, также у нас, в Воронежской областной организации. Примеров можно привести на этот счет немало. Это и внутренняя дисциплина, соблюдение устава, это и работа с гражданами, с избирателями, это и финансовая дисциплина внутри партии. Вот, все это привело к тому, что авторитет партии постоянно снижался. И ссылки руководителей партии на то, что им постоянно мешает действующая власть, что во всем она виновата, то, что снижается этот самый авторитет, и пассивность населения к тому же этому способствует, это все-таки не так. Не так это потому, что в партии нарушены ленинские принципы отношения к кадрам. Это принципиальность партийная, это критика и самокритика, это анализ работы. Вот, и все это в конечном счете привело к тому, что даже не только члены партии и сторонники, а многие люди разуверились, будем говорить, в партии, за которой голосовали годами позже, и говорят, что мы не видим смысла дальнейшего голосовать за эту партию, потому что не видим ничего такого, которое бы привлекало ее с точки зрения энергии, с точки зрения инициативы, конструктивных действий. Несмотря на то, что в отдельных городах Российской Федерации коммунисты пришли к власти, ну, в лице губернаторов Орловской области, вот недавно в Иркутске, в Новосибирске, все это, будем говорить, больше частные случаи, чем система. Почему? Потому что в настоящее время количество коммунистов, которые находятся в рядах партий, постоянно уменьшается. Можно сказать, на примере вот той же Воронежской областной организации, постоянно идет снижение численности членов КПРФ, находящихся в ее рядах. Молодежь, приходящая в партию, через некоторое время не находит себя. Почему не находит? Потому что в партии отсутствует система работы, в том числе и в областной организации. Мало уделяется внимания именно молодежи, работающей молодежи, обучающейся молодежи. Больше проводится массово политических мероприятий. Однако численность людей, участвующих в этих мероприятиях, постоянно снижается. Люди устают от обыденности в работе в партийной. Поэтому, должен сказать, что кроме этого, в последнее время все больше стала проявляться еще и непорядочность личная руководителей и в центре, и на местах. Люди, обращающиеся в том числе и к коммунистам, в партию, не получают ответа на свои обращения письменные. Это нарушение не только партийных нормативных документов, но и государственных законов. Устав тоже самое. Законы о политических партиях, другие законы. Все это должно учитываться в действиях партии. Иначе ситуация будет происходить таким образом, что партия вообще может оказаться на обочине политического процесса. Поэтому, хочу сказать, что в настоящее время наступила такая реальность, что необходимо провести какие-то изменения внутри партии, и в структуре, и в методах работы ее, и в других вопросах. Думаю, что в дальнейшем я также приложу все силы, находясь даже вне партии, все-таки помочь внушить людям о том, что силы активные, которые будут стремиться бороться за социальное справедливость, они есть и в партии, и вне ее, и они будут продолжать свою работу. Я тоже со своей стороны приложу все свои усилия, чтобы принять в этом активное участие. А скажите, вот прошедшие выборы, их можно назвать апофеозом всего того, что вы говорите о КПРФ? Да, совершенно верно. Вот подтверждением того состояния дел, которое на данный момент, и уже на протяжении длительного периода было в партии, оно подтверждено последними выборами. Если сравнить показатели проголосовавших за компартию 4 года назад, допустим, и сейчас, то практически в два раза уменьшилось количество людей, проголосовавших за КПРФ. Это говорит о многом. И здесь не только надо говорить о том, что власть виновата или народ пассивный, надо посмотреть на себя.